Итак, всем добрейший вечеречек. Я Елена Гречко, я преподаватель Центра Специалист по пользовательским курсам 1С. Ну, повод для нашей с вами сегодняшней встречи в рамках рекламного вебинара это разговор о персональных данных, ежели мы в работе применяем программу зарплата и управления персоналом. В общем-то, у нас есть несколько курсов по этому программному продукту, ну и, что касается непосредственно наших курсов. Вот мы в частности, в частности, как я уже сказала, ведем несколько курсов по программному продукту зарплаты и управления персоналом. У нас есть разные форматы обучения, то есть это и очное, и удаленное, но в нашем случае, да, вот в свете того, что сейчас происходит, это тоже достаточно актуально. И в частности, у нас есть курс по кадровому учету в программе зарплаты и управления персоналом, где, естественно, мы отрабатываем не только кадровые документы, но и вводим персональные данные по сотрудникам, и в частности, как раз это и есть наш с вами, есть наша сегодняшняя тема разговора. Действительно, у нас курсов достаточно большого количества, но, как я уже сказала, я готовилась, надеюсь, что мне все-таки, может быть, кого-то из вас удастся удивить. Вот по окончании курсов, вот как видите, у нас дается и свидетельство центра, и сертификаты, и удостоверения, ну вот к нашему разговору. Значит, у нас есть 16 академических часов, это курс именно кадрового учета, то есть, когда мы берем программу с нуля, задаем настройки для ведения кадрового учета, заполняем справочники, вводим штатное расписание, и дальше начинаем отрабатывать основные кадровые документы, или, как ночь модно говорить, кадровые мероприятия, да, мероприятия кадрового учета. Ну и, конечно же, первый актуальный у нас в этом случае момент, это прием людей на работу. И когда мы принимаем человека на работу, мы, естественно, естественно, вводим по нему персональные данные. Да, ну вот я даже, видите, не поленилась, вот у нас с вами фрагмент карточки сотрудника, у нас из курса в курс путешествует, кто у нас учился, помните, незабвенную Орион с Ивановым в лице Гендира, ну так вот, то, что касается персональных данных, все-таки мне удобнее это показать. Сейчас, секундочку, просто мне, чтобы вам показать в полном объеме, пришлось программу запустить по двумя разными пользователями, и я тут стараюсь, чтобы не запутаться. Ну вот у меня есть некий старший кадровик Васильев. Соответственно, когда человек принимает, у человека принимают на работу, мы, как правило, начинаем с того, что вводим его в справочники сотрудники. Ну, напоминаю, что если у нас с вами человек работает по разным видам занятости, то он в справочники сотрудники будет введен столько раз, сколько видов занятости у него в нашей организации есть. Ну вот у меня в качестве примера, как видите, есть господин Булочкин, он работает поваром, он же по внутреннему совместительству еще и водитель и кто-нибудь там еще, это сейчас не принципиально. Важно немножко другое. Все-таки в полном объеме персональные данные в программе по утверждению разработчика фиксируются именно в карточке физического лица, именно в карточке физического лица. Хотя, когда мы регистрируем нового сотрудника при приеме на работу, скажем, я не знаю, тот же вот незабвенный у нас с вами есть, да, Горбунков и Семен Семенович. Ну и, к примеру, я его собираюсь взять на должность менеджера в свою организацию. Я регистрирую приказ, я сейчас не буду, поскольку у нас тема разговора немножечко другая, я бы даже сказала совсем другая, я не буду подробнейшим образом комментировать оформление приказа о приеме на работу, нам это с вами сейчас не интересно. Я просто для того, чтобы показать его, вот минимально сделаю приказ, я сейчас даже не буду трудовой договор указывать, вот, по Горбунковку. Что происходит, когда мы вводим сотрудника? Параллельно, параллельно программа фиксирует эту же информацию в отдельно взятом справочнике, который называется физические лица. Находится он там же, в разделе кадры, во второй колонке, вот группа команд, смотри, так же, вот он, видите, физические лица. Ну вот я только что у вас на глазах вела Горбункова, по минимуму, видите, он у меня уже появился. Соответственно, именно здесь, именно здесь у нас в полном объеме хранится информация по персональным данным, именно в карточке физические лица. Вот булочки, но у меня сотрудников два, а в физиках он, как видите, один. То есть одно и то же лицо у меня может работать по разным видам занятости. Вот давайте посмотрим, что здесь есть у нас с вами полезного и что есть нового. Ну вот на примере Горбункова, единственное, я уже не буду особо затягивать, я имею в виду, лишние писанины, временной у нас не очень много. Дата рождения, ННС, НИЛС, место рождения. Мы это все с вами указываем в соответствии с требованиями законодательства. Я кратенько так, да. Далее это будет использоваться в том числе программой в отчетности. В отчетности. Мы можем указать персональные данные, там какая-то там серия, паспортные данные, простите. Мы можем с вами всю эту информацию сейчас, секундочку, ввестить. Программа код подразделения, напоминает, никак не контролирует. И, как правило, мы все эти сведения вводим именно в сотрудники, а в карточке физического лица, они с карточкой физического лица синхронизируются автоматом. Да, есть какие-то отличия. Например, в карточке физического лица можно подтянуть фотографию сотрудника. Тоже, ну, пустячок, но приятный. Так, еще что здесь у нас с вами есть любопытного. Информация по адресам телефоном, она точно так же заполняется, как и с карточкой сотрудника. Здесь ничего нового. И даже мы этим себе с вами голову занимать не будем. Что интересно, так это закладка «История работы». Вот я только что на ваших глазах принимала на работу Горбункова. Вот у меня есть «История работы». Но в данном случае будет, наверное, поинтереснее посмотреть на карточку Булочкина. На карточку Булочкина. Вот смотрите «История работы». То есть он с 1 января у меня повар и с 10 марта он у меня, в частности, кто? Он у меня, соответственно, водитель. Да? С 10 марта. Далее. Сотрудник может исполнять какую-то роль. Сотрудник может исполнять какую-то роль. Именно по этой причине, именно по этой причине у нас с вами даже, как видите, есть закладочка «Роли». Может быть, он у меня и будет исполнять роль, смотрите, сейчас секундочку покажу, акционера в Орионе. Он может быть бывшим сотрудником. Он может получать доход по каким-то договорам. Что для нас с вами еще полезно, когда речь идет непосредственно о персональных данных? Давайте пройдемся прямо пошагово и посмотрим, обговорим, а дальше я вам расскажу немаловажный момент. Это про защиту персональных данных. Итак, страхование. Здесь у нас с вами указывается статус застрахованного лица. Он выбирается из списка. Он выбирается из списка. По умолчанию это граждане Российской Федерации. Здесь же указывается сведение об инвалидности. То есть, если у сотрудника есть право на инвалидность, он нам предъявляет справку. Взводится флажок «Есть справка об инвалидности» и заполняются все поля по справке. Здесь же можно зафиксировать какие-то льготы, положенные сотруднику. Например, льготы при начислении пособий. Скажем, сотрудник был чернобыльцем или работал в подразделениях особого риска. Далее. Сведения по воинскому учету, которые мы заполняем на основании военного билета. В частности, то есть я могу сказать, что он военно обязанный указать в соответствии с военным билетом всю информацию. Ну и пускай будет годен, должна от него польза быть. Указать, опять же, военкомат. Список военкоматов приходится ввести вручную. Никакого классификатора по военкоматам нет. Я, с вашего позволения, сокращу, поскольку действительно цель у нас немножко другого рода. Ну и пускай он у меня состоит на воинском учете. Сведения об образовании. Вот. Здесь я могу указать все сведения. То есть, в частности, ну, пускай у него будет, например, неполное высшее образование. Где-то он там у меня получился, скажем, с 1 сентября, нет, 21 перебор, с 1 сентября 1996 года, ну и, к примеру, по 30 мая 1997 года. На этом его карьера закончилась. Да. Здесь же, кстати, за одну просьбу обратить внимание, поскольку вот в старой редакции была проблема, я имею в виду в редакции 2.5, приходилось, если речь шла о повышении квалификации, то приходилось, в частности, всю эту информацию уже потом в унифицированной форме Т2 указывать вручную. Тут, как видите, я могу указать и профессиональное обучение, и дополнительное профессиональное образование. В частности, это у меня тогда уже будет либо переподготовка, либо повышение квалификации. Просто это все заполняем. Тут же я могу указать сведения и по ученой степени, и по ученой степени. То есть банально, в общем-то, нам сотрудник с вами предъявляет документы, и мы, опираясь на эти документы, просто будем регистрировать информацию. Но он у меня с неоконченным высшим, поэтому я не думаю, что у него будет иметь смысл указывать какую-то степень. Но все-таки это предусмотрено. С недавнего времени у нас появилась встроенная возможность указать отдельно справки. Указать отдельно справки. То есть, в частности, например, для того, чтобы сотрудник мог занимать определенные должности, кому-то требуется справка об отсутствии судимости, кому-то из наркологического, неврологического диспансера. Опять же, это все мы с вами можем зафиксировать в базе. Великолепнейшим образом. Ну и сведения о семье. Сведения о семье. То здесь тоже у нас с вами указывается и состояние в браке, и указываем членов семьи. Например, если у Оланова есть дочь, скажем, пускай будет Булочкина Ольга Олеговна, то я могу не просто указать, что это дочь и ее дату рождения, но и могу, как видите, учесть два момента. Во-первых, находится она на издевении, но это вполне логично. Во-вторых, надо ли мне отражать это в унифицированной форме Т2. Если я считаю, что мне это не надо отражать в форме Т2, то, как видите, с недавних пор достаточно поставить только флажок. И сведения уже в карточку Т2 выводиться не будут. Что еще у нас с вами относится к персональным данным? Это, конечно, информация о стаже. То есть ссылка трудовая деятельность. Что касаемо стажей, то в настоящий момент программа их умеет рассчитывать сама. Для этого мы с вами, зайдя по ссылочке трудовая деятельность, сейчас, поскольку у меня у Булочкина уже введены, я вам для Горбункова что-нибудь введу. Заходим по ссылочке трудовая деятельность и вооружаемся трудовой книжкой. И просто-напросто все переносим в 1С. Единственное, сразу на всякий случай уточню два момента. Во-первых, не мне вам объяснять, что бывает, открываешь трудовую книжку и становится просто дурно. Становится просто дурно. В частности, в частности, там может быть и 80 записей. И как тогда быть? Для того, чтобы программа посчитала стажи, не обязательно расписывать все от и до, то есть и организацию, и должность, и адрес. Достаточно просто указывать периоды. Ну, например, он у меня работал, скажем, со 2 февраля 1998 года по 20 декабря 2012 года в одном месте. Далее добавляется следующая строчка. Опять же, просто по трудовой книжке указываем с вами данные по следующей строке, повторяю, для того, чтобы программа посчитала стажи, этой информации достаточно. Другое дело, что, конечно же, потом, потом, надо в обязательном порядке, в обязательном порядке довести эти данные. У нас есть отчет, кадровый отчет по трудовой деятельности, который, который, в частности, позволит увидеть и не только периоды работы, но и места работы со всеми вытекающими последствиями. Так, ну, скажем, вот таким вот образом. Упс, извините, сейчас подправлю. Далее мы нажимаем с вами на кнопку «Рассчитать стажи». Если вдруг потребуется какой-то стаж дополнительно в силу вашей специфики, ну, можно вот по ссылке развернуть эти стажи и добавить, например, медицинский стаж. Я, опираясь на трудовую книжку, могу сказать, что из всех вот этих периодов медицинский стаж у него попадает, например, только вот эта часть. Если вам требуется учитывать какие-то дополнительные виды стажей, то, кстати, у нас в разделе настроек есть отдельный справочник виды стажа, есть отдельный справочник виды стажа, где можно создать все, что угодно. То есть пишется наименование и выбирается категория стажа. В дальнейшем, ну, вот я добавляла, например, выслугу на муниципальной службе, а просто, чтобы интересу ради, чтобы бросалось в глаза, у меня вот, видите, наименование тест. Например, я решила, что это будет, ну, скажем, относиться к категории стажа и прочее. Вот, и теперь я опять же пытаюсь Горбункову указать какие-то стажи. Вот, выбираю, вот он, видите, мой тест. То есть ради бога есть возможность добавлять стаж. Ну, что для нас важнее всего еще, что вот касаемо непосредственно работы с персональными данными. Ведь туда же входит и, в частности, изменение фамилии, имени, отчества. Никаких, в общем-то, здесь изысков нет. Главное, что мы помним, что мы обязаны с вами у сотрудников получать согласие на работу с персональными данными. Вот, и, кроме того, на нас лежит обязанность какого рода мы, в общем-то, персональные данные должны еще и защищать. Есть в нашей с вами жизни, ну, в теории я имею в виду такое понятие, как оператор работы с персональными данными, да. То есть, когда тот же работодатель как раз и выступает в роли оператора персональных данных, он имеет право их обрабатывать, он их хранит и, естественно, должен гарантировать зачиту персональных данных. Значит, что у нас вообще, в принципе, помимо того, что мы можем зафиксировать вот эту информацию. Мы можем карточку Т2 сформировать либо через кадровые отчеты, либо через кадры, кадровые отчеты. Сейчас, думаю, это у меня слишком много запущено. То есть, вот личные карточки Т2. Давайте я, чтобы она у меня не так долго думала, я сформирую, например, по тому же Булочкину заодно. Посмотрим, я же сказала, что у него есть дочь, но я не хочу, чтобы эта информация отражалась в личной карточке Т2. Ну, думает. Это нормально. То есть, вот и неполное высшее, которое я ему наваяла, бедолаги. И вот они, те стажи, которые я ему не поленилась рассчитать. Но нас с вами волнует, что вот сведения о детенышах, которых здесь, как видите, в принципе, нет. То есть, первое, ну, вот это вот, опять же, если вы в программе работаете давно, то наверняка обращали внимание. Вот, если мне память не изменяет, возможность говорить, что мы не хотим, чтобы сведения по членам семьи отражались в карточке Т2, появилось, ну, относительно, так, недавно. Относительно недавно. Если я хочу, я, естественно, всегда могу внести изменения и увидеть, опять же, все, что у меня было указано. Вопрос. Да, конечно. А вот почему не появилось, что он водитель? Что он совмещает? А потому что я сейчас делаю карточку Т2 по булочке, но как повару. Карточка формируется по сотруднику, а не по физическому лицу. Соответственно, получается, вот сейчас я покажу, просто, чтобы видно было, мы личную карточку Т2 формируем именно по сотруднику. То есть, если у нас одно и то же физическое лицо работает по разным видам занятости, то вот в моем конкретном случае, смотрите, мне еще нужно добавить булочкина как повара. и тогда уже, тогда уже, сейчас одну секунду, чисто программная специфика. У нас одно и то же физическое лицо, если работает по разным видам занятости, сколько видов занятости, столько сотрудники. И будет сведение в справочнике сотрудники. Исходя из этих соображений, исходя из этих соображений, как раз вот этот момент мы с вами должны учить. учить. Но дочь появилась, а водители так уже появились. Такая же, а я не сформировала. Вот он у меня и тут, и тут. Он у меня работающий, но у меня еще не все настройки заданы. Сейчас чуть-чуть потерпите. Дочь появилась, потому что я указала в карточке физлица. А приемы на работу, переводы, увольнения, у меня он повар. А как, сейчас даже давайте я покажу тогда иначе, раз по ходу возник вопрос. Вот смотрите, у меня Булочкин есть штатный, есть совместитель. Я его сейчас удалил, удалила как штатного. Обратили внимание? Опять же, формирую. Сейчас покажу. И про водителя все расскажу. Не пугайтесь, все нормально. Но я сразу сказала, что у меня заданы на ней все настройки. Видите, ничегошеньки нет. Теперь мы начинаем с вами химичить. Все-таки, да, чтобы мы не переживали, носет Булочкина, который и штатный, и водитель. Здесь есть один нюанс. Дело в том, что сейчас вот мне по умолчанию программа «Личную карточку» показывает на начало этого дня. У меня в учебной базе Лихачев, ой, простите, как он, Булочкин, принят, видите, с 10 марта. Сведения, сведения я сейчас вижу на 21 марта. То есть я могу сказать, что сейчас мне удобнее, наверное, будет здесь просто химичить. Я могу сказать, что я хочу увидеть информацию на определенную дату. Например, давайте посмотрим на сей раз на 19 марта. формируем личную карточку. Упс, я хотела 19, простите. Формируем личную карточку и смотрим, что у нас получается. Здесь не очень, наверное, комфортно именно то, что я сейчас вам показываю, показываю на текущую дату. Ну вот он, видите, появилась уже водитель. Вот оно. И вот теперь это будет, упс, простите, удобнее, если я опять, смотрите, Булочкина, как штатного я удаляю, и у меня останется только карточка Т2 на водителя Булочкина. вот вот она. Вот. То есть, здесь, здесь личная карточка формируется всегда на дату. Почему я начала именно с отчет? Значит, точно так же у нас с вами есть возможность формировать личную карточку Т2 просто из справочника сотрудники. это достаточно комфортно, это достаточно комфортно, но, но, сейчас как раз вот мы об этом поговорим. Вот опять, смотрите, у меня она сделана по Булочкину, это у меня повар, вот, а что касается Булочкина, которая у меня совместитель, видите, даже внешне. программа по умолчанию сведения в справочнике сотрудники опять же показывает на текущую дату, хотя могу вам показать, у меня в базе сделан кадровый документ прием на работу именно датой 10 марта и, соответственно, вот здесь личная карточка, личная карточка, она, вот она тоже имеет место быть. Хотя вот информация по умолчанию показывается, повторяю, на текущую дату. Что для нас с вами важно? Мы можем в программе формировать согласие на обработку персональных данных. Это может быть сделано равнозначно или из карточки физического лица или из карточки сотрудника. Здесь как вам удобнее, суть от этого не меняется. Вот в карточке физического лица здесь видите вообще просто громадная кнопка согласия на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных в программе регистрируется отдельным документом. Здесь же указывается ответственность за обработку персональных данных. Ну в моем случае это будет некая госпожа Васильева Фиотом. Ну пускай будет тоже Васильева просто чтобы мне не заниматься лишней писанины. Самое главное на что надо обращать внимание. Вот если говорить о практике все-таки мы все живые люди. Бывает когда сотрудник который ответственен за как раз вот этот документ их просто формирует пачками и не обращают внимания на соответствие дат. Дело вот в чем что ставят например дату ну я не знаю там пускай будет 5 января премьер а согласие получено 21 января иногда бывают очень смешные вещи. Далее но это уже будет зависеть от конкретной организации соответственно согласие может у нас с вами браться на определенное количество лет видите дата либо бессрочно вот этот момент мы с вами тоже контролируем то есть опять же где-то прописывается например на 20 лет а где-то может быть прописано и на год ну я утрирую немножко но как правило когда мы берем сотрудника мы подразумеваем что мы не знаем когда он уволится значит значит все-таки срок действия будет бессрочный согласие мы это с вами можем распечатать либо в формате ворда либо в формате ворда или соответственно еще есть ну вот видите ворде да либо еще есть внутренний формат 1с который собственно называется видите согласие на обработку персональных данных табличный документ вот оно либо так либо так значит что касаемо непосредственно вот этого согласия если мне память не изменяет я это даже по-моему специально в слайд выносила вот у нас есть возможность регистрировать еще и отзыв согласия на обработку персональных данных то есть например если сотрудник ну очень попался дозушный вот смотрите в документе согласия на обработку персональных данных есть кнопка создать на основании если мы нажмем с вами то вы увидите отзыв согласия на обработку персональных данных Сейчас, секунду, давайте я этот документ проведу, чтобы показать, как он выглядит. Вот, скажем, дату давайте возьмем июньскую. Ответственно у нас опять же будет Васильева. Васильева и Горбунков, неважно по каким причинам, решил отозвать свое согласие. Вот смотрите, что получается, такого-то числа согласие было получено, действует бессрочно. И опять же всегда проверяйте даты, чтобы вот не было, как я сейчас делаю, дата 19 июня, а согласие отзывается 21 июня. Изумительная совершенно вещь, но, кстати, самая расхожая, между прочим, в этой жизни. Что еще важно, отзыв согласия, вот он фиксируется в базе, но при этом, при этом, в отличие от самого согласия, не имеет печатной формы. Но вот такая вот постановка вопроса разработчикам предусмотрена. Предусмотрена. И я могу, повторяю, согласие зарегистрировать или, или из карточки физического лица, или из карточки сотрудника. Оба варианта имеют право на существование. Здесь у нас с вами никаких особо ограничений нет. То есть мы можем у себя в базе учесть согласие, мы с вами у себя в базе можем отозвать согласие. Где это мы увидим. В кадрах вторая колонка группы команд «Смотри так же». Здесь, как видите, вот есть согласие на обработку персональных данных. И тут, как видите, хранятся все согласия на обработку и все отзывы. И я могу и здесь же тоже распечатать. Ну, как я уже сказала, вот у меня сейчас, видите, выделен отзыв согласия. Он не имеет печатной формы, она разработчикам не предусмотрена. Но если у вас есть IT-специалисты свои, они вам могут ее создать. А вот для согласия, вот они варианты есть. И здесь же, если мне понадобится, я могу сделать новый документ. То есть, в общем-то, это первая часть нашего с вами разговора. Ну, что важно, вот действительно получается, что работодатель, как оператор, обрабатывающий персональные данные, он все-таки еще и обязан защищать эти персональные данные. Да, как бы здесь у нас с вами законодательно имеет место быть, что 152-й федеральный закон. Работодатель обязан сохранять конфиденциальных персональных данных работников. Что здесь в настоящий момент любопытного предусмотрено разработчикам? Действительно любопытного. Значит, смотрите, в разделе администрирования, в разделе администрирования есть возможность, во-первых, определиться с защитой персональных данных, и, во-вторых, во-вторых, посмотреть, в частности, что происходило с этими персональными данными и кто с ними работал. Кто с ними работал. То есть, помимо вот того, что у нас есть отчетность в чистом виде, да, вот она имеет место быть. Да, я имею в виду кадровую отчетность. Мы можем сделать следующее. Вот сейчас, секундочку. У меня для этого как раз 1С запущено просто под двумя пользователями. Чтобы мы не ждали, вот посмотрите, у пользователя такое говорящее имя, полные права. Как правило, у нас, если говорить о реальной жизни, все-таки, все-таки работаем мы с вами, входим в программу под своим именем и паролем. Вот своим именем и паролем. И, соответственно, права определяются на этапе администрирования. Исходя из этих соображений, я не зря вам показала, как видит раздел администрирования старший кадровик. Но вот давайте, чтобы было из серии, почувствуйте разницу. Вот что видит сотрудник с полными правами. И вот что видит сотрудник с ограниченными правами. Ну так вот, если у вас есть доступ к разделу администрирования. Если у вас есть доступ к разделу администрирования. То в разделе администрирования вот есть ссылка настройка пользователей и прав. Нам туда. В конце окна настройки пользователей и прав есть ссылка защита персональных данных. Дело в том, что для контроля работы с персональными данными в программе, по сути, существует отдельный журнальчик. Отдельный журнальчик. Для того, чтобы мы в этом журнале могли видеть какую-то информацию, мы должны сначала с вами что сделать? Определиться, какие настройки должны задать для регистрации этих событий. Для этого в администрирование, повторяю, сейчас вот еще разочек на бис. Заходим в администрирование, настройки пользователей и прав. Защита персональных данных. И первым делом нажимаем на ссылку настройка регистрации событий. Настройки регистрации событий. Ну вот я, когда готовилась к занятию, я, чтобы иметь возможность показать, как видите, включила все. Но здесь флажки проставляются вручную. То есть, когда вы это окно открываете, здесь будет все выключено. Список предопределенный. Список предопределенный. То есть, мы с вами выбираем те области, которые, в частности, нас интересуют. Ну, я давайте еще разочек включу абсолютно все. Здесь, как видите, данные об имуществе, о состоянии здоровья, о доходах. Записываем, закрываем. Только после этого у нас будет с вами работать следующий журнал, который называется «Защита персональных данных». Защита персональных данных. Ну вот как раз мне нужно было, чтобы вам показать, еще и принять кого-то на работу. То есть, смотрите, что будет видеть сотрудник, на кого возложен контроль за работой с персональными данными. Что у некой Васильевой, вот видите, сколько уже успела сделать, произошло какое событие? Доступ к означенными мною персональными данными. Можно строчку двойным щелчком открыть и увидеть, что вот пользователь Васильева, да, она, в частности, обращалась к справочнику какому родственнике сотрудников. Точно так же я могу открыть другую запись двойным щелчком и увидеть, что Васильева обращалась, вот смотрите, к накопленным стажем. Но обязательно, когда открываем, она мне уже покажет, что это был кто? Именно Булочкин, видите? То есть я вводила стажи именно по Булочкину. Вот, вводила, подчеркиваю, у Горбункова, я, видите, открывала, но ничего не вводила. То есть у нас есть вот такой вот журнал, который будет регистрировать, в частности, события по работе с персональным данным. То есть, в частности, я всегда могу его открыть. Во-первых, здесь, как видите, идет регистрация в режиме реального времени. Здесь удалить я ничегошеньки не могу категорически. Я могу только что, во-первых, просмотреть какое-то событие, да, вот документы физлиц, я Горбункову там указывала паспортные данные, если мне память не изменяет. Во-вторых, я, опять же, могу задать отбор. То есть вот у меня есть такая возможность. Я могу либо через кнопочку еще установить отбор, я могу установить интервалы дат, как видите, и есть функция расширенного поиска. То есть, если, во-первых, мне понадобится, то я могу определиться, что мне надо найти, например, то ли события, то ли я хочу посмотреть какие-то сведения по событию, то ли я хочу посмотреть информацию по какому-то определенному пользователю. По определенному пользователю, там, я не знаю, у меня, а здесь у меня Иванова нету, да, то есть по тому же Васильевой по той же и так далее. То есть есть возможность задавать отборы, ну вот основные все кнопки вынесены, вынесены на панель инструментов. И если у нас с вами есть доступ к этому журналу, то это уже для сотрудника, который отвечает за работу с персональными данными, огромнейший плюс, я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, правда, вот у меня получилось только Васильева, но просьба, вы обратите внимание, 21 число, 18-14, это вот, собственно говоря, пока вы общались в чате, я тут сидела и все-таки решила показать от противного, чтобы было информации побольше. Пока мы с вами не включим настройки для регистрации событий в соответствии с 152 МФЗ, журнал этот будет просто абсолютно пустым, просто абсолютно пустым. Но мы с вами, мы с вами великолепнейшим образом, великолепнейшим образом можем еще что сделать? Можем настроить, либо дать задачу, скажем, IT-специалистам, если у нас с вами нет доступа к разделу администрирования, настроить, и тогда будем работать вот с этим журналом. Вот, не знаю, если, надеюсь, что я вас порадовала, если вы о нем не знали, очень советую взять на заметку, потому что всегда будет видно, кто заглядывал. Как видите, каждый же входит под своим именем и фамилией. Мы всегда видим с вами сведения, какие в частности просматривались, да, с какими работал тот или иной сотрудник. И если мы открываем карточку двойным щелчком, то в том числе и можем видеть, если вот вводились данные, то по какому сотруднику конкретно. Я думаю, это, в общем-то, достаточно такая симпатичная вещь. Единственное еще, вот что хотелось бы уточнить, но, к сожалению, как бы здесь позиция разработчика, подчеркиваю, разработчика. Я упоминала про кадровые отчеты, вот сейчас я их еще разочек открыла, просто чтобы иметь возможность вам показать, вообще-то, вообще-то у нас есть еще два кадровых отчета. И это действующее согласие на обработку персональных данных по умолчанию формируется на начало завтрашнего дня. Видите? Вот оно. Но я могу сказать, что, например, на начало следующей декады, и мне уже программа вот покажет моего Горбанкова. И, кроме того, кроме того, есть у нас с вами еще отдельно отчет, который называется «Согласие на обработку персональных данных». Согласие на обработку персональных данных. Он формируется за период, то есть действующее согласие – это отчет типовой в стройбе, который формируется на дату, подчеркиваю. Вот. И согласие на обработку персональных данных, вот этот отчет у нас с вами формируется за период. Здесь, как видите, вот в том числе у меня попал под период, который вот я указывала. Давайте я сейчас сделаю таким вот образом даже то, что увлеклась. То, что в частности у меня было указано так по господину Лихачеву. А, нет, я в них запуталась, простите, по господину Булочкину и по господину Иванову. Здесь у нас с вами особо типовых дополнительных настроек не предусмотрено. То есть, если мы посмотрим расширенный вариант настроек, то здесь только организации. Ну, мы можем дополнительно все-таки, в частности, добавить, скажем, группировку по датам получения, по сроку действия, для того, чтобы было вот с этим отчетом работать покомфортней. По умолчанию, по умолчанию, согласен на обработку персональных данных, у нас с вами формируется, как я уже сказала, за период. При этом, при этом мы можем дополнительно задавать настройки. Ну, то есть, вот, собственно говоря, для нас вопрос достаточно актуальный. Действительно, понятие оператора по обработке персональных данных в программе существует. И, как видите, точнее, есть, я бы сказала, зачатки. Как видите, как видите, есть возможность, есть возможность все-таки с этими параметрами работать. Но еще раз покажу, вот у меня два сотрудника. Один имеет полные права и Васильева, у которой права ограничены. У нее, смотрите, в разделе «Администрирование» вообще нет доступа к настройке пользователей прав. И вот, что касаемо кадровых отчетов. Сейчас, секундочку. Вот, опять же, смотрите, штатное расписание, вот, видите, и никаких отчетов по работе с персональными данными. Даже если я включу, опять же, доп. настройки, доп. настройки Васильева, Васильева, к этой информации, к этой информации никакого доступа не имеет. То есть, на уровне уже вот эта часть, на уровне управления правами того или иного сотрудника может регулироваться великолепнейшим образом. Вот сейчас, смотрите, полный сотрудник с модным таким именем, полные права, он у меня в том числе видит вот эти отчеты. Васильева, ну, я думаю, вы догадываетесь, она даже не подозревает о существовании вот этих отчетов. Но они в программе существуют, и можно отчет сформировать, можно его поднастроить, как-то дополнительно сгруппировать. И что очень еще важно, это то, что вот я вам уже упоминала, мы можем согласие на обработку персональных данных не только с вами зафиксировать в программе, но также мы можем в программе зафиксировать отзыв на согласие. То есть вполне вероятно, например, ситуация, когда у нас увольняется очень принципиальный памятливый сотрудник, который при увольнении в том числе отзовет свое согласие на обработку персональных данных. Вот такая ситуация тоже разработчикам предусмотрен. Вот, собственно, что я хотела вам сегодня рассказать. Это одна из тем курса по кадровому учету. Мы, конечно же, не учим настраивать, вот сейчас на минуточку вернусь, на курсе именно части, входящие в администрирование, но при этом, при этом, конечно же, мы обговариваем, как регистрировать персональные данные, на что обращать внимание. Так что, если сие вам интересно, то будем очень рады вас видеть. Ближайшая дата в феврале месяце. Продолжение следует...